привет дорогие друзья вы на канале кодун блог с вами катера в танке вот и сегодня у нас будет возврата сказать к серии юфа в частности на мифы вот как-то я так подзабросил это дело давно уже не выпускал видео по этой игре замечательной ну одна из причин состоит в том что как бы не очень много на самом деле просмотров хотя игра великолепная и вообще грустно конечно что у нас вот подобные игры такие детальные вдумчивые сложные не очень пользуется интересом пользуется спросом у игроков все больше нашей публике нравится то что уничтожать крошить там всякие там battlefield и там counter-страйки танки в том числе за что уничтожает только уничтожать уничтожать все больше ничего им не надо очень грустно это на самом деле наталкивает на мы что у нас какое-то примитивное общество которое там просто лень думать и не интересует их разнообразные игры а только вот такой вот мочилова все больше ничего ну ведь и в этот раз у нас будет операция с противодействию экзальт вот защита секретных данных как видите уже давным-давно то сформированная элитная команда кстати не одна их там эпизодически меняю беру менее прокачанных ставлю более прокачанных но вы знаете что не не за горами выходного части и нами как она будет называться сейчас я я даже уже название и подзабыл в общем новая часть x-com в которой наша база уже будет большим большим летающим кораблем вот но самое интересное там что в этом x-com будет возможность такая разнообразного развития своих персонажей присвоение там уникальных навыков уникального вооружения в общем полный набор вот такого интересного раза разнообразие развития для персонажа который мы так долго с вами ждали вот здесь все достаточно просто пока еще персонажи все развивать можно но я заметил как эту игру очень много играл я заметил что как бы есть тот момент такой что по мере того как у вас очень много миссии персонаж практически перестает развиваться он стоит на месте то есть он так вот уровня быстро развивается потом все медленнее медленнее практически останавливается к сожалению вот и нельзя создать такого прям супер-пупер бойца можно стать действительно классных бойцов но в рамках какой какой-то установленного там интервала вот кто помнит кто играл давным-давно в x-com еще который был какой-то 90-х годов да там вот там кстати можно было персонажа там прокачать до такой степени что нам с края карты закидывал точно вот то есть там можно было меткость там чуть ли не до 200 единиц развить вот это было очень круто реально это помню там или бросок гранат этому через пол карты нам бросать гранату все такое вот можно было это делать на самом деле это было интересно здесь почему-то разработчики побоялись это сделать и определенное здесь ограничение присутствует вот но в любом случае миссия начинается одновременно проходить миссию еще всяких разных вещах около игровых поговорим в общем все в чем что добраться до кодировщика защитить его и будет нам счастье вот записываемся на всякий случай вот как-то мне супер предельная сложность не очень нравится потому что развиваешь развиваешь персонажа потом не можешь его вернуть мета как-то не очень интересно так начинаем аккуратно занимаем позиции такие вот за укрытиями не слишком спешим потому что зачастую бывает так что спешишь и летишь сильно вперед обнаружишь противника быстро но в итоге никто из твоих союзников нормально по цели попасть не может из-за того что большая дальность или нет простреливаемых участков поэтому действуем аккуратно пусть это и да достаточно скучно на самом деле это правда скучно вот но зато имеем возможность ну этого парня может кэш вперед послать в любом случае может выдержать массу попадания и он на себя сагрит вот этих ребят что собственно и требовалось сделать видите здесь две группы по три человека ну вообще экзаль довольно сильная группа у них там практически все есть и модификация генная да ну единственно что у них ограничение на лазерном вооружении и когда вы плазменное развиваете то уже просто-напросто как бы никакого риска для вашей боевой группы они особого не несут могут иногда конечно на протачить так мелочи нас этот персонаж прокачан возможность стрелять после перемещения ну так как здесь выбрана русская рулетка да там такая там настройки второй волны то есть не советую кстати их выбирать до абсурда ведь и доходится снайперской винтовки выстрел там и только 1 х и проснял это конечно бред чистой воды но такие настройки зато иногда там может выдать бешеный урон ну все таки лучше как я понял все таки лучше более умеренно более умеренные настройки использовать так вижу желтеньким выделяется наиболее уязвимая цель я смотрю тут по точности неплохо попадание было на 8 единиц так еще один снайпер вот но он почему-то ничего не видит здесь собственно говоря у него нет этой способности стрельбы после короткой пробежки после смены позиции поэтому я его просто подвожу под хорошее укрытие чтобы он оттуда мог уже настреливать этого тоже надо спрятать в хорошее укрытие сейчас он будет с двух сторон защищен вот и можно пострелять видите что я говорил что надо там то вооружение которое по где-то много не должно наносить урона она может вот такой удар бешеный в данном случае этот персонаж им бы назад отбежать и там лечиться он что-то вперед рванул так но собственно он и в дыму находится сам по себе и его вырубить сложно хотя сейчас неплохой удар прошел пока что один серьезная бороду еще два у баутир серьезно 12 единиц сняли но это принципе ерунда по большому счету царились и на него мы сейчас посмотрим что можно интересное сделать так как бы так закинуть поинтереснее чтобы побольше не задеть передатчик ведь я мог бы туда кин троих уложить но я тогда могу задеть передатчик это не очень хорошо так сейчас посмотрим насколько точно получится ну ракетница пока что-то обычная да вы знаете топовая она умеет огибать препятствия но она там на ее производство это огромная куча галерея и сплавов поэтому она у меня есть там но не у всех используя там определенным сетапом не всегда просто иногда просто лень переставлять это все заново поэтому проще дождаться когда персонажа раненого подлечит и снова эту группу вперед берешь забрасываешь все так все вижу еще возможность для выстрела так вот лично еще и лишил одного укрытия всего легче будет уничтожить подгоняем нашего снайпер поближе так ну точность отлично еще что любую цель выбираем про не не продаешь так выбираем наиболее есть отличное попадание не зря я выбрал цель не поврежденную до получил максимальная польза от выстрела подгоняем штурмовичка поближе с дробовиком вот теперь пока там нашим не может считывать данные вот ну и заодно его тоже уничтожаем и прокачали нашим стремительную атаку на пару ходов теперь они будут немножко более инициативными так точность что-то не очень на самом деле ладно есть четкое попадание отлично можно сказать что вот эта атака очень успешная так из плазмы на финалка есть первую группу боевую мы уничтожили практически без каких-то особых проблем вот он наш заметили роботом ну как робот киборг он восстанавливает порядка там 6 по моему единиц хп за три хода самостоятельно отлично просто шикарно сейчас попадем будет урон хорошим так и есть да с этой наш пулеметчица вообще какая-то беда сколько миссия она проходит сколько противника уничтожает они не самая лучшая точность несмотря на все как видите тем что такое на которой мы можем вырубать противников захватывать плен и же можно чинить различные машинки которые мы можем с собой брать и и в частности вот этого нашего кибра меха ну ты бмп можно отчинить да то есть меха заодно тоже можно там еще дроны там захватывать так в общем распределяемся равномерно по секторам что мы точно не знаем с какой стороны основная толпа пойдет на нас вот и нам просто надо держать оборону больше ничего хотя тут периодически бывают всякие такие баги чтоб противник как-то не очень инициативу проявляет она там куда-то вперед пробежать тогда только начинает эта группа двигаться в направлении передачка попался он под раздачу от выстрел не точно тогда сразу понятно это не очень корректная анимация интересно если по на выглядела так вот последовательно так этот лазерный луч так стену турас и спалил зато дробовик которые вообще поединки дистанция не очень хорошо стреляют попал так смотрим сколько здесь сто процентов меткость отлично все есть еще половина магазина можно его поставить на оборону контратаку вот немножко переходим вперед сильно далеко тоже забивать нельзя одного оставлять его нельзя этого персонажа он важный хотя я на эту миссию все время старался брать одного персонажа который уже соответственно навыки прокачал имеет соответствующее оборудование поэтому как бы он не настолько слаб как в этой по крайней мере в начале игры когда это за этим персонажем надо вообще следить чтобы его нигде там не зацепили так немножко перемещаемся вперед чтобы контролировать эту улицу был обзор я стараюсь это не делать потому что то придется ждать подхода подкрепление вражеских еще дольше поэтому лучше пусть они быстрее прибегут мы быстрее их уничтожим быстрее закончим миссию поэтому я их и не трогаете передачки так ну что в принципе тут можно особо и никуда не перемещаться уже видно что они все равно будут бежать в одну точку немножко ближе подошли куманически говорят всегда пытался понять такой радиообмен жутки так попадание несмотря на то что шансы не очень были попадания хорошая ну это тоже кстати не гарантирует от того что противник вообще не сможет по-моему попадать по идее до его ранил у него хуже точность тут такие чудеса порой бывают особенно сексальт от раза промазать надо было это логично так кей ну пускай раненый все-таки боясь менее опасным вот это надо было на рапиром делать тогда у него укрытия не было и мало бы попасть наше прошлое серия выстрелов из легкого автомата так ну тут точность приличность и снайпер нет шесть процентов есть готов лучшая защита нападение продано час в уязвимой позиции если кто-то там выбежит конечно не поздоровится вижу противника так какие мы на открытой местности хорошо ну ладно зато добили этого красавца так тут дилемма может рвануть я пути нужно попробовать ой какое четкое попадание интересно это последнее или нет так мы здесь рискуем потому что но как бы особо никого в секторе нету поэтому шансов что кто-то там выскочит по снайперу пальнет немного так он два хода сделать стрелять они будет еще кто-то они просто машина взорвалась скорее всего что у них уж подкрепление нет вероятнее всего ну посмотрим так на угол самый верняк контролирует сразу два направления и укрытие имеет так надо подумать хотя там вариант строповиком нормальный надо потренировать всех есть четкая анимация не судя по всему еще не все все таки за то все уничтожены так перезарядимся ночью мы занимаем оборонительные позиции и ждем противника двери приоткроем что у нас обзор был и в боеготовность похоже это последние подкрепление командир она наконец-то мимо ладно надо что же хоть и надо промазывать нормально вот это плохо что без укрытия его оставил практически что-то реально в этой игре раздражает то что все когда появляется на одном направлении противник они все одно время начинают стрелять такой бред раньше в старых частях такого не было там все последовательно отстреливались как бы это выглядело более-менее логично ну тут же конечно на придумали не интересно но это бах мне кажется то такой эта машина проехал напоминает старый добрый синдикат то когда-то играл вот видите угадал я с тем что вот углового направления тоже будет атака так мы пробуем все варианты ну тут вообще прям любую цель да граната здесь будет наиболее удобным вариантом две цели повредили сразу одним махом подумать надо все короткая дистанция отличное попадание личное попадание так немного их осталось собственно говоря подойдем поближе все равно точность у нее паршивая блин ужасно сколько его тренирую все равно но тем не менее на на такие чудеса выдает знание уже столько там уничтоженных противников а точность ужасающая вот тут эту штуку не совсем понимаю разработчики вели в группа идея качаешь точность должна значит она там я так понял персонаж развивается в первую очередь так как ты изначально его развиваешь потом его уже тяжело перенастроить то есть начал ты его снайпером качать у него точность будет расти есть четко попадание отлично отлично так ну один там у нас на углу остался еще судя по всему это последний уже можно рывком убежать не париться за дело так отлично так ну тут псих атака нужно конечно самый верный способ ну тут что-то у него такая защита хорошая что и не хочется ее пробовать так тут бы спрятаться бы надо это часто заход во фланг дает нам смотрите какое преимущество от не сработало преимущество по идее все как бы говорила о том что заход во фланг даст усиленный урон а только три единицы вылетела блин бред хорошо что он не использовал свой ход для стрельбы но мы от него не отстанем конечно же не видно ладно у нас еще куча бойцов не страшно так откуда удобнее да ну правильно да двойная защита слева справа точнее не слева справа прямо и справа так это прям будет фланговая атака самая настоящая есть отлично вот так вот вот с этой до сыграли отлично 0 потери вообще там одно только ранения вот это вот использование второй волны да там рулетки она вам дает как бы и усложняет игру но в то же время если вы заходите во фланг то там такой иногда урон выпадает что просто диву даешься поэтому такая штука 50 на 50 я не советую ставить намного сложнее играть и надо там просто ком будто против вас играет то есть все время выпадает куда за внешний урон это жутко раздражает как раз тише едешь дальше будешь так ну от них и так за это вообще профита мало как обычно эти автоматы копеечные блин нет чем вообще другое дело там штурм тарелки да там сразу профит по эллирию по сплавам по оборудованию здесь короче так себе вот ну как видите там какие-то особых бурного роста точности тут не замечается когда персонаж уже достиг звание топового полковника то там блин как то так оно все так тягучи медленно так идет прогресс это мне не очень нравится на самом деле хотя вроде много всяких скиллов прочее но сами вот основные навыки они почти не растут вот кто помнит старых частей это там была такая фишка если ваш персонажа ранили то после лечения восстановления ему там прибавлялась там 10 15 порой 20 процентов здоровья это было реально круто там силы прибавлялась там вот это классно было вот тут к сожалению такой фишки я так понял нету вот такие у нас персонажи какие-то все прокаченные все с кучей навыков со своими уникальными способностями все гена модифицированная в общем элитная команда вот я надеюсь вам геймплей понравился вот оставляйте свои отзывы подписывайтесь на канал конечно ставьте лайки вот и тогда будет продолжение этой замечательной серии до встречи пока